Сегодня мы не мыслим своей жизни без интернета. Оттуда мы получаем информацию и в то же время делимся ей с другими. Развлекаемся, общаемся, учимся. Но при этом не всегда задумываемся о том, каковы преимущества и каковы риски при пользовании интернетом. Об этом старшеклассники из Басарабянски беседовали с представителями Центра неформального общения «Диверситати». На сегодняшний день объемы информации, с которыми мы имеем дело, действительно колоссальные и, к сожалению, далеко не вся эта информация качественная. Мы окружены информацией, вокруг нас существует это медиаполе. И действительно, для того, чтобы противостоять воздействию некачественной информации, фейку и пропаганде, нужно уметь мыслить критически, анализировать информацию и отделять качественное от некачественного. Именно для этого молодежи необходимо развивать компетенции в сфере медиаграмотности и умения грамотно подходить к анализу информации. Так как из общего времени, проводимого подростками в интернете, большая часть приходится на социальные сети, это и стало главной темой тренинга. Для того, чтобы наглядно показать, что дает человеку общение в интернете и с какими опасностями это сопряжено, участники разделились на две команды и затем представили свои мысли на этот счет. Плюсов и минусов оказалось примерно поровну. Модераторов тренинга «Активность ребят» приятно удивила. В тот момент, когда мы обсуждали социальные сети, преимущества и риски, мы делали рейтинг социальных сетей, обсуждали вопросы безопасности, молодежь была очень активна, высказывала свое мнение, давала рекомендации, как можно защититься в социальных сетях. И этот раздел был наиболее интересным, и мне показалось, что группа была активна и принимала активное участие в происходящем на тренинге. Я думаю, что вот здесь, наверное, сработает некое сарафанное радио, и Алина или Татьяна или Ксюша, встретившись сегодня во дворе, или пообщавшись просто на площадке, скажет, слушай, у тебя за пароль он телефон, а ты давал свой пароль кому-то от своей социальной сети, и слушай, я помню, ты выкладывал такую фотографию или там еще что-то, то есть стараться передавать друг другу о том, что это необходимо, защищаться. Полдня, проведенных в неформальном общении, играх и спорах прошли для школьников не зря. Повлияет ли полученная информация на твое отношение к интернету в целом? Да, безусловно, сегодня я узнала некоторые недостатки, и в будущем я постараюсь избегать этих рисков. Да, я урежу время, которое я провожу в интернете, буду использовать более правильную информацию, буду понимать, что такое фейк, а что такое реальные, истинные новости. Нет, полученная информация не сильно повлияла на мое отношение к интернету, но тем не менее я сделала для себя маленькие ремарки и постараюсь этим воспользоваться. Безопасное использование интернета – лишь малая часть целой науки под названием медиаграмотность, и постигать ее лучше с детства. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА